В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Вице-мэр Павел Вугельман опубликовал ежегодную декларацию о доходах. На бумаге скромный чиновник. В действительности богатый человек. Начато строительство дороги для бесплатного въезда грузового автомобильного транспорта в Одесский порт. Работы намечено завершить через два года. Разрытая огромная яма больше метра в глубину уже два месяца стоит нетронутой во дворе дома номер 47 по улице Фонтанская дорога. Улицу Преображенскую перекроют до 1 сентября для капитального ремонта дороги. Трамвай 12 маршрута пустят по другому пути. По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины на лечении в городской инфекционной больнице находится 266 пациентов с COVID-19. Из них 57 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 209 человек, из которых трое подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 горожан с подозрением на коронавирус. За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев у детей. Всего в опорных больницах Одессы находится 616 пациентов с COVID. В Одессе полицейские освободили заложников, граждан Греции, которых два месяца незаконно удерживали, пытали утюгами и оказывали психологическое давление. Еще в феврале 2021 года в Одесской области бандиты похитили 50-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника. Установлено, что на протяжении двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших. В частности, утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. Они очень сильно били меня по лицу, по глазам, по желудку. Третий человек душил меня. Я думал, что я в это время сейчас умру. В результате давления и угроз подозреваемые завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место содержания потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Открываем дверь полиции. Валя, ход! Валя, ход! Валя, ход! Сотрудники управления миграционной полиции Одесской области совместно с оперативниками уголовного розыска, следователями и с привлечением бойцов полиции особого назначения освободили пострадавших. Также задержали двух подозреваемых в похищении и истязании иностранных граждан. На разе тревая активная фаза реализации проводятся следующие действия, в том числе обшуки. Становлюется кола осип, которые причетны к указанному озвучению. Их действиям будет надана правовая оценка. Пережив два месяца ада, пострадавшие при освобождении обнимали и целовали руки правоохранителям, выражая благодарность. А также говорили, что сейчас они самые счастливые люди на земле. Налоговые декларации крупных чиновников – насмешка над простыми гражданами. Честные и скромные они живут на законно заработанные деньги и ничего не скрывают от государства. Недавно свое состояние показал заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман. Один из ближайших соратников Геннадия Труханова, Павел Вугельман, судя по отчету, живет довольно скромно. Ему принадлежит маленькая квартирка площадью 39 квадратных метров, где приходится ютиться с женой и тремя детьми. Но тут же указана еще и квартира родственницы чиновника, Людмилы Вугельман, площадью 201 метр. В декларацию за 2018 год внесены три квартиры с такой же общей площадью, принадлежащей той же хозяйке. Одна из них находится в праве пользования самого вице-мэра, во второе может жить его сын Давид, в третьей – жена Виктория. Недвижимость, чужая по документам, фактически своя. За прошлый год заместитель городского головы получил 481 тысячу гривень заработной платы и 420 тысяч подарил отец. 324 тысячи гривень составил доход от сдачи в аренду иностранному гражданину какого-то имущества, что именно сдавалось не указывается, возможно, те самые квартиры. На супруге Вугельмана зарегистрирован джип Range Rover Sport 2015 года выпуска стоимостью 2 миллиона 200 тысяч гривень. Второе такое же скромное средство передвижения Land Rover, модель Range Rover 2019 года выпуска, оформлено на Оксану Ермоленко. С юридической точки зрения все вроде бы чисто. Скромный чиновник Павел Вугельман – честный человек. Правда, проходит, как обвиняемый в деле о разворовывании десятков миллионов бюджетных денег при покупке помещения завода Краян. Приговора пока нет, но есть сомнительная недвижимость, оформленная на другого человека. Начато строительство второй дороги для доставки груза в Одесский порт. Она обеспечит бесплатный проезд автомобилей к причалам. Реализацию проекта по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Украины Украфтодор планируется завершить в течение двух лет. Протяженная из дороги 5 километров 300 метров. В проекте две полосы с эметно-бетонным покрытием по усиленной технологии. Перед въездом в порт у таможенного поста дорога расширяется до шести полос. Для отдыха водителей и отстоя грузового транспорта будет создана площадка на 300 грузовиков. Предусмотрены два места для стационарного габаритно-весового контроля, две площадки взвешивания при движении и 500-метровая эстакада высотой 13 метров. После завершения строительства компания Евротерминал, которая при поддержке Одесской мэрии монопольно-незаконно собирает деньги за весь порт, потеряет значительную часть прибыли. Это должно было произойти уже давно, после требования антимонопольного комитета и решения суда. Понадобилось и личное указание президента. Одесская мэрия не решилась прикрыть незаконный бизнес, на который сама же давала разрешение. Под новую дорогу команда Геннадия Труханова отдала 20 гектаров городской земли. Возможно, пойдется отселить до 30 семей из двух домов. Переговоры с ними ведет служба автомобильных дорог. Как отмечают в Украфтодоре, дорога по всей протяженности проходит в сложных гидрогеологических условиях. Требуется замена грунта на глубину двух метров. Конечно же, заказ стоимостью 2 миллиарда 200 миллионов гривен получила компания Росдрострой, победитель большинства местных тендеров. Ее совладелец Юрий Шамахер, член партии Геннадия Труханова, доверяя делам. Работа коммунальных предприятий города Одессы делится на два вида. Первый спустя рукава, второй бросаем на полпути. Ситуация, сложившаяся во дворе дома номер 47 по улице Фонтанская дорога, не стала исключением. Разрытая огромная яма больше метра в глубину уже два месяца стоит нетронуто. Все дело в том, что еще в феврале коммунальное предприятие вырыло яму для ремонта теплотрассы во дворе дома номер 47 по улице Фонтанская дорога. Однако, починив теплопровод, яму никто так и не зарыл. Была авария в 45-м доме, и их трасса идет к нам в подвал. Четыре дня стояла горячая вода, кипяток по горлу. Потому что залезли туда только отключить их трассу водолазным костюмом. Писала жалобы во все концы. Никто не принимает меры. Жители неоднократно и звонили, и писали на сайт 1535. Также оставляли заявление в другие инстанции. Однако, в ответ одни отписки, в которых утверждают, что проблема решена, яму зарыли. Но мы-то с вами не слепые. Они дали ответ, я не знаю кто. Рачковский написано. Давал ответ первому заместителю райисполкома, что все высушили, все заделали, все заасфальтировали, все сделано. Это было еще. Дали ему ответ еще в феврале, а мне дали через месяц ответ. Я позвонила первому заместителю и говорю, что это вам за брехню подсунули. И кто это вам сделал, а вы подписали. Он мне говорит, я был в командировке, это, наверное, не я. Я говорю, нет вашей подпись. Я вам перезвоню, я сейчас на совещание. Я ему звоню целую неделю, он мне не отвечает и не звонит. И никто ничего не делает. Отметим, здание находится на балансе ОСМД. И председатель Галина Анатольевна делает все, что в ее силах. Если посмотреть на дом и двор в целом, то здесь очень ухоженно и уютно. Все эти клумбы женщина также облагораживает самостоятельно. Несколько лет боролась за ремонт асфальтного полотна на придомовой территории и таки добилась. Но есть вещи, которые требуют неотложного решения. И самостоятельно сдвинуть их с места Галина Анатольевна не в силах. Но готова оббивать пороги всех инстанций, пока не будет результата. Я всем написала. На горячую линию звонила. Дважды они сказали, что пришлют комиссию. Потеплеет, мы придем. А зачем тогда приходить? Оно высохнет через три месяца за лето. Написала Сауленко. Тоже создать комиссию. Никто ничего, ни райсполком, ни горысполком, ни депутат. Отметим, что яма огромная и через нее открыт доступ в подвальное помещение. Сейчас обильно идут дожди. И вся вода стекает именно туда, тем самым подмывая фундамент дома. Что ведет за собой появление влаги и сырости, которая несет опасность непосредственно для здоровья людей. Не говоря уже об опасности травматизации. Во дворе немало детей, которые в силу своей активности и любознательности могут проявить интерес к так называемым развалинам. Надеемся, городская власть все же обратит внимание на проблему и повлияет на ее решение, пока ситуация не усугубилась. Новое и довольно длительное неудобство ожидает пассажиров городского транспорта и автолюбителей. Мэрия наконец собралась провести капитальный ремонт последнего квартала улицы Преображенской в районе Привоза. Участок улицы Преображенской от Пантелеймоновской до Преображенского парка в аварийном состоянии. Отремонтировать его рассчитывают за 4,5 месяца. С 15 апреля до 1 сентября. Планируют менять трамвайные пути, проезжую часть и инженерные коммуникации, в том числе на перекрестках улицы Преображенской с Пантелеймоновской и Новощипным рядом. Движение всего транспорта прекратится. 12-й трамвай будет следовать от центра города по улицам Терраспольской, Старопортофранковской, Мещникова, Адмирала Лазарева до Алексеевской площади и обратно. Организованы дополнительные временные остановки на улице Старопортофранковской около Новощипного ряда. Дорога на этом квартале разбита уже много лет. И также давно в мэрии говорили о необходимости ремонта. Собрались только сейчас. Одновременно ограничили движение по одной из важнейших магистрали города – Ивановскому путепроводу. Дождались, когда мост пройдет в аварийное состояние, и теперь надо ремонтировать два крупных объекта. В городе и так хватает провок. Организация движения никакая. На Преображенской можно начать с одной стороны квартала по правой или левой полосе. Тогда не придется закрывать все движение. Подумать обо всем заранее и провести ремонтные работы в разное время для городских чиновников – задача не посильна. А выполнять заказ стоимостью 90 миллионов гривен будет все та же близкая нашей мэрии компания «Росдорстрой». В этом можно было не сомневаться еще до проведения тендера. В ночь на 14 апреля в Киевском районе произошло жуткое ДТП. Есть погибшее. В автомобиле «Форд Куга» находилось четверо пассажиров плюс водитель. Машина на большой скорости хотела войти в поворот, однако водитель с управлением не справился. Авто вылетело с проезжей части, несколько раз перевернулось и улетело внутрь двора. Дома номер 88Б на Люздорской дороге, где врезалась в деревья. Очевидцы утверждают, что водители его спутники были пьяны в хлам. От легковушки осталась лишь груда металлолома. В результате аварии шофер погиб на месте. Четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести. На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личности пострадавших и обстоятельства происшествия. На Семена Полея 70 мужчина решил выпрыгнуть с пятого этажа, но полет был недолгим. До крыши расширенного балкона третьего этажа. На место происшествия прибыли спасатели и вызвали ли счастливчика, затащив окно ближайшей квартиры. Полицейские попытались выяснить, что послужило причиной поступка, но внятных ответов не получили. Предполагается, что молодой человек был под воздействием наркотических веществ. Правоохранители разоблачили фальшивомонетчиков, которые подделывали и сбывали 500-гривневые купюры за полцены. В Дому аферистов провели обыски, оборудование и бумажные. Доказательства преступления направили на экспертизу. В Одессе двое мужчин 40 и 45 лет организовали на Дому мини-цех по производству фальшивых купюр. Поддельные деньги номиналом 500 гривен злоумышленники умудрялись продавать по 250 гривен. Как сообщили в полиции, 40-летний аферист был ранее судим за аналогичное преступление. Его старший сообщник привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражу. По месту жительства мошенников провели обыска, где полицейские изъяли поддельные деньги, их макеты, многофункциональный печатный принтер, ультрафиолетовый детектор, краску и другое оборудование, которое использовалось аферистами. Вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу. Правопорушников затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами досудового розслідування обом чоловіка повідомлено про підозру за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України за виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збут, підроблених грошей, вчинених за попередньою змовою. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфікацією майна. Злоумішленіца подобрала банковську карту, которая только что выпала з кармана прохожей і пошла робити шопінг. За час она успела потратити 5 тисяч гривень. Інцидент произошел в Одесі. Вскоре правоохранители установили личність преступниці і задержали її. Її казалась 34-летня містна жительниця. Засадеєнна їй грозит 5 лет за решеткой. Будьте внимательны, с таким, казалось бы, удобным, но совсем незащищенным предметом, как банковская карта. А преступникам при желании разжиться за чужой счет стоит не забывать о серьезной мере наказания. В Одесі под одним із жилых домов была обнаружена царская конюшня до революционних времен. О находке сообщил президент Международной ассоциации археологів Евгений Рымарь. Изучая архивные записи, члены Международной ассоциации археологів установили местонахождение дома, который когда-то служил казармой. А в його подвале располагалась конюшня. Хозяева дома с удивлением отнеслись к новости, но разрешили провести исследование. И очень удивились, когда за слоем старой штукатурки была обнаружена кладка камня, отличающаяся от кладки тех времен. И вот после консультации со строительными инженерами и изучением плана несущих стен частного домовладения было принято решение демонтировать перестенок, за которым был обнаружен проход в конюшню. Само помещение было завалено землей. Как и зачем оно туда попало, предстоит выяснить археологам. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию о синоптиках о погоде. Напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. О всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 340076. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 15 апреля в Одессе переменная облачность, дождь, ветер западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-8, днем 10-11 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok